Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Он проводил консультации для бизнеса и должен был заниматься улучшением инвест-привлекательности города, но с инвесторами работу так и не наладили, а консультациями более успешно занимается центр «Мой бизнес». Поэтому центр инвест-развития ликвидирует это, сохранит в бюджете 2021 года 3,5 миллиона. Кроме того, экономики рассчитывают на отопление в школах и детских садах за счет замены окон и установки счетчиков. Подсчитали, что удалось 134 миллиона получить от экономии на торгах и на отмене различных массовых мероприятий из-за коронавируса. А вот штат и департамент образования, как предлагали члены комиссии, например, за счет бухгалтерии, сократить не удалось, выяснилось, что работников там недостаточно. Программа Экономика. Кировский бизнес решил помочь кировским учреждениям с антисептиками. По просьбе Вятской торгово-промышленной палаты ряд предприятий изготовил 10 тонн антисептиков. Такую акцию уже организовывали в апреле, когда пандемия только начиналась. Компания НПП «Перспектива-43» предоставила концентрат антисептика на заводе «Вятич». Его разлили по пластиковым бутылкам. Этикетки подготовила фирма «Два Андрея». 20 тысяч бутылок с раствором распространят волонтеры проекта «Мы вместе». Приток инвестиций в Кировскую область хотят увеличить на 70% за 10 лет. Цель озвучил губернатор. Речь о частных инвестициях. По словам Игоря Васильева, в будущем наличие инвестпроекта в специальном перечне станет основным условием для получения региональных мер господдержки. Кроме того, власти продолжают обещать пересмотреть налоговые преференции, отменить невостребованные и низкоэффективные. В 2021 году должен появиться новый механизм поддержки инвесторов – налоговый вычет, применяемый при расчете налога на прибыль. В завершении о валютах доллар на сегодня 80 рублей ровно евро 93.34. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.